Добрый день, дорогие соотечественники! Я отвечаю на ваши вопросы, их несколько пришло, и я по порядку поступления постараюсь дать вам информацию. – Елена из Краматорска спрашивает, как вы оцениваете вчерашнюю выходку Порошенко и его поведение на канале «Один плюс один»? – Уважаемая Елена, я видел этот сюжет, и мне, конечно, достаточно обидно и стыдно за то, как низко опустился президент, его ближайшее окружение, как он недостойно вел себя на этой телепередаче и думал, ну что же заставляет тебя так унижать страну и себя самого. Но я бы обратил внимание даже не столько на том, как это отразится на результатах выборов, сколько на фактологической стороне этого дела, на фактах. Присутствующий на встрече прокурор, по сути дела, предъявил ему очень серьезное обвинение. Он сказал, что я вынес как следователь подозрение, то есть возбудил уголовное дело, так по простому, если сказать, против Гонтаревой, Филатова и ваших, так сказать, ближайших соратников или подельников, как тут лучше сказать, там, глава администрации Ошкин. И Порошенко не нашелся ничего ему ответить. Он, наоборот, стал нападать на этого Кулика. Он стал говорить, что да против тебя самого возбуждено уголовное дело. Подождите, но это вообще недостойное поведение. Обвиняют прежде всего твоих ближайших подельников. Ты говори по сути этого обвинения. Причем здесь какие-то там дела за этим Куликом? Он ничего не сказал по сути обвинения. Но дальше произошло самое неожиданное. Кулик стал рассказывать, как путем вмешательства в единую систему регистрации подозрений, его заместитель, вернее, заместитель генерального прокурора, некий Енин, отменил его подозрения, которые якобы издано или сделано по ошибке. Но это вообще уже абсурдная ситуация. Заместитель генерального прокурора такого права не имеет. Такое не предусмотрено уголовным процессуальным кодексом. Дальше в рапорте, о котором рассказывал Кулик, скрываются интересные подробности этого дела. Он затребовал весь материал по этому уголовному делу. И этот материал был ему передан не днем, не утром, не вечером, а ночью. Скажем прямо, а какая срочность-то вот. И что этот Енин изучал эти тома уголовного дела, этот прокурор Кулик совершенно справедливо говорит. Что там объем такой, что невозможно было в течение тех нескольких часов, в течение которых этот материал находился в уголовном деле, изучить даже, даже просто перелистать эти страницы. И тем не менее, зам генерального прокурора отменил это решение следователя. Это грубое нарушение процессуального кодекса. Но я обращу ваше внимание вот на что. Я знаком с системой принятия решений. Это могло означать только одно. Что непосредственно, как только Порошенко узнал об этом возбуждении уголовного дела против своего ближайшего окружения, он дал команду, жестко дал команду так называемого генерального прокурора Луценко. Луценко дал соответствующую команду этому Енину, своему заместителю. И дал ее в такой форме, в какой невозможно было ее протестовать. То есть немедленно, срочно закрыть, изъять, отстранить. Вот как были данные команды. То есть паника и агония, которые сейчас охватила все органы власти, приобрела катастрофические для страны размеры. Поэтому ясно, что на престиже и на рейтинге избирательном Порошенко эта ситуация на телеканале отразится самым негативным образом. Но и она должна показать всю опасность дальнейшего пребывания этой организованной преступной группировки в составе Луценко, в составе Порошенко у власти. То есть каждый день сейчас, который остался им находиться у власти, будет связан с тем, что они будут пытаться абсолютно ликвидировать все те материалы, которые свидетельствуют о их преступных махинациях. Вот что очень важно. И вот какой главный вывод надо было сделать из того скандала, который возник во время этой телепередачи. То все остальное это там, что он там с этим Зеленским разговаривал, о чем он разговаривал, на каких-то нах. Все это второстепенное по сравнению с тем ужасом, который творится сейчас в правоохранительной системе, в системе правосудия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова